Список пациентов, нуждающихся в обследовании, сформировали городские поликлиники. В него попали юные сочинцы самых разных возрастов. Не похоже у ребят и диагнозы. У кого-то рецидивирующий бронхит, у кого-то гиперплазия щитовидной железы. Пришли сдавать анализы в рамках благотворительной акции и ребята с медицинским заключением – склеротический ренит, герпес, атопический дерматит. А вот у восьмимесячного Андрея врожденный порог сердца. И после операции часто болеющему малышу показан регулярный анализ крови. Была необходимость, потому что у моего ребенка врожденный порог сердца. Такая возможность редко в наше время выдается. Очень хорошая организация, помогает деткам. Спасибо большое. Сами анализы очень дорогие, очень дорого обходится нам это все. Поэтому решили воспользоваться такой возможностью. В медцентре «Армец», с которым Сочинская лига женщин сотрудничает с начала своего образования, берут не просто общий анализ крови, а проводят дорогостоящие исследования на аллергическую составляющую, гормоны и наличие в организме детей вирусов, в том числе герпетического Эпштейн-бара. Может быть, даже вот этот незначительный, казалось бы, укольчик, сдача крови, может принести ребенку точную постановку диагноза. Хочется, чтобы детям помогли, но чтобы никаких особых недугов не определили. Пусть это будет просто профилактическая сдача крови. Анализы в рамках благотворительной акции, организованной общественной организацией «Лига женщин МОЗ Добра» пациенты сочинских поликлиник сдают не впервые. Что же касается «Армеда», то медцентр помог организовать в городе не одну полезную акцию, в числе которых и благотворительные операции от ереванских специалистов челюстно-лицевой хирургии для юных сочинцев с патологиями лица. В этом году нашу деятельность оценили очень высоко. Со стороны мэрии города мне была вручена медаль «Меценат города Сочи». И это не только воодушевляет, но и обвязывает на новые подвиги. Для Елены Чайковской, прославленного тренера по фигурному катанию, участвовать во всех мероприятиях, организованных городской лигой женщин, стало уже доброй традицией. Наряду с другими известными общественными деятелями она является членом попечительского совета лиги. Для многих это неподъемная история. И вот эта благотворительная акция, это, конечно, под патронажем Елены Николаевны. Это начинание, вообще надо распространить по всей России. Потому что это удивительное дело. И спасибо всем, кто так трепетно относится к детям, потому что я с ними работаю и знаю, сколько проблем в их воспитании, в их здоровье, в их становлении и так далее. Так что спасибо и вашему городу особенно. Клиническое исследование сегодня прошли порядка ста детей. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Спасибо.